Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! На библейском портале экзегет читаем книгу пророка Аггея. Аггей относится к так называемым послепленным пророкам, тем пророкам, которые пророчествовали в Израиле, в Иудее, после Вавилонского плена. В 538 году по указу Кира Персидского, на самом деле его имя звучит Корыш, по его эдикту иудеи, остатки иудеев вернулись из долгого Вавилонского плена с сосудами храма, со всем своим имуществом, для того, чтобы отстроить заново Иерусалим, Святый Град, отстроить заново храм Абайт Гошени, второй храм, и начать всю свою жизнь, жизнь в земле, текущей молоком и медом, начать как бы заново. Это был очень интересный период истории Израиля, персидский период. И вот, когда возводился Иерусалим, стены Иерусалима, хомот Ярушалаем, когда воссоздавался заново храм Господень, Абайт Гошени, второй храм, тогда и пророчествовал пророк Аггей. Вместе с ним пророчествовал пророк Захария, книга которого следует сразу за книгой пророка Аггея. Несколько позже пророчествовал пророк, носящий имя Малахи, ангел Господень. Они были современниками Аггей и Захария, были современниками очень важных религиозно-государственных деятелей Израиля, Ездры и Неемии. Также в это время жил потомок Давида Зарававель, и первосвященником был Иисус, сын Иоседеков. Мы об этом узнаем из книг Ездры, Захарии и Аггея и Неемии. Очень важные книги, этот корпус книг, послепленных книг, книг персидской эпохи. Книга пророка Аггея совсем небольшая, разделяется на две главы, и начинается она так. Во второй год царя Дария, Дарий персидский, Дарьявыш, так его звали, «В шестой месяц, в первый день месяца, было слово Господне через Аггея, пророка, к Зарававелю, сыну Салафиилену, правителю Иудеи, и к Иисусу, сыну Иоседекову, великому Иерею». То есть к первосвященнику. Второй год царя Дария по христианской хронологии – это 520 год до нашей эры, до Рождества Христова. 520 год, то есть прошло 18 лет после этого знаменитого эдикта Корыша Персидского. Вот Дарий уже на престоле Персидском, и израильский народ, община народа Божьего, находится в стране, данной им Богом в Иудее, и отстраивает этот храм. И вот звучит пророчество Господне через Аггея к Зарававелю. Зарававель, сын Салафиилен, это был потомок, потомок помазанников Господних, Давидид, потомок царя Давида. Царство, монархия в Израиле Давидидов не была восстановлена в Персидскую эпоху, хотя Иудея обладала очень широкой автономией под персидским владычеством, но, однако, царство не было восстановлено. Почему? На этот вопрос даются разные ответы учеными. Если бы хотели, могли бы, наверное, восстановить. Возможно, были две партии. И партия, которую возглавлял первосвященник Иисус, сын Иосидеков, и партия, которую возглавлял Зарававель, Салафиилен, правитель Иудей. Видимо, эти две партии, так предполагают некоторые ученые, могли соперничать. И, в конце концов, победила партия Иисуса, сына Иосидекова. И установилась то, что называют не совсем правильно теократией. Такое религиозное правление, иерархическое правление, религиозно такая община была в Израиле, но без политического, монархического правления. То есть политическая власть была в руках священников, а не в руках потомков Давида Давидидов, не в руках царей. Царство не было восстановлено. Восстановится монархия в Израиле лишь при Хосманеях после завершения Маккавейских войн. Вот такое предисловие, первый стих, такое надписание этой книги. А дальше уже идет серия пророчеств, которые перемежаются какими-то поэтическими текстами. Вообще книга Гея, в ней есть и проза, и поэзия, поэтические и повествовательные части. Так сказал Господь Саваоф, Господь Цеваот, Господь воинств, известный титул, прилагаемый к имени Божьему, начиная с предмонархической эпохи еще, с времен пророка Шмуэля Самуила, о чем мы читаем в Первой книге царств. Впервые с этим словом «цеваот» мы встречаемся в самом начале Первой книги царств. И вот здесь и у пророков оно чрезвычайно часто встречается. Такое словосочетание «священная тетрограмма», «священное имя Господне», переводимое в синодальном переводе через «Господь», и прилагается к нему слово «цеваот», «саваоф» в синодальном переводе, что означает вообще это выражение «Господь воинств», «цва» – это единственное число, армия, воинство, «цваот» – это множественное число женского рода. «Господь воинств» имеется в виду, изначально имелась в виду, конечно же, армия Израиля, народное ополчение, регулярная армия. «Господь как верховный военачальник, как главнокомандующий израильского войска, противостоящего филистимлянам и другим врагам». Позднее это наименование, этот титул «цеваот» стало прилагаться, стало изъясняться и истолковываться как «Господь небесных воинств», небесных воинств, то есть ангельских. Вот здесь «Господь, который обращается к Агею, к своему пророку, он называется «Господь Цваот». «Народ сей говорит», дальше идет прямая речь Господа, в которой цитируется прямая речь народа, остатков иудейского народа, вернувшихся в свою землю. «Народ сей говорит, не пришло еще время, не время строить дом Господень». Вот прошло 18 лет после Эдикта, а дом Господень, храм Иерусалимский так и не начинали строить. Вообще главная тема книги Агея – это восстановление, строительство храма Господня. Дальше третий стих. «И было слово Господне через Агея пророка. А вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда как дом сей в запустении». Дом сей имеется в виду храм. Дом и храм – байт. Часто храм называется домом. Микдаш – святилище, может быть. Часто называется домом, храм. Храм и дом, как в древнерусском языке, храмина, домовина, дом – в общем-то синонимы. «Посему ныне так, говорит Господь Саваоф, обратите сердце ваше на пути ваши. Вы сеете много, а собираете мало. Нет Божьего благословения, потому что дом Господень не восстановлен». Вот очень важно, чтобы был у людей, у народа Божьего был храм. Понятно, что Господь не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, но все-таки есть место особого присутствия Божия. В древнем Израиле это был храм Господень, на храмовой горе стоящий. И вот если люди не заботятся, не пекутся о том, чтобы этот храм восстановить, то как же Господь благословит их обычную жизнь, щегра? Как Господь благословит их труды, их занятия, их обычные дела, их семьи, их дома, их поля? Поэтому они сеют много, а собирают мало. Нет Божьего благословения. «Едите, но не в сытость. Пьете, но не напиваетесь. Полуголодное существование. Жажда. Одеваетесь, а не согреваетесь. Зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька». Для дырявого кошелька. Ничего в этом кошельке не удерживается. Денег мало. Урожай небольшой. Много не продашь. И самим надо прокормиться, и продать что-то, чтобы одеться. И вот очень быстро это все исчезает. В советские времена люди жили от зарплаты до зарплаты, сводили концы с концами еле-еле. Зарплаты, особенно у инженерно-технического состава, были совсем мизерными. Да, если ты слесарь шестого разряда, ты хорошо, конечно, зарабатывал. Получку на ветер бросал, как говорит поэт. Но если ты простой инженеришка, да еще если ты инженер по технике безопасности, «Ну что такое твои 105 рублей, если ты живешь в большом городе?» Не было благословения. И тогда люди начали искать дорогу к храму. Зачем нужна дорога в известном перестроечном фильме, если она не ведет к храму? И вот, слава Богу, тогда, в те уже уходящие в историю времена, в годы перестройки, наш народ нашел дорогу к храму. Куда теперь ведут нас наши дороги? Сложный вопрос. Увидим. Поживем, увидим. Так же было и в древности. Люди зарабатывали, но для дырявого кошелька. Образ такой. На самом деле, кошелек, наверное, не был у них дырявый. Но деньги почему-то из него очень быстро, из этого кошелька исчезали, потому что их было мало денег-то. Этих самых шекелей, этих самых серебряных монет. Не было Божьего благословения. Не было богатых урожаев. И дальше, седьмой стих. Так говорит Господь Саваоф. Обратите сердце ваше на пути ваши. Очень важно нам сердце обращать на пути, которыми мы идем. «Взойдите на гору и носите дерева, и строите храм, и я буду благоволить к нему и прославлюсь, говорит Господь». Горой здесь, возможно, называются Ливанские горы, где растут кедры. Когда-то там эти кедры рубили слуги Соломона для того, чтобы строить и храм Соломону, и дворец, царский дом. Поэтому, возможно, какие-то другие горы имеются в виду. Дерева здесь не обозначаются, не называются, просто дерева. Призыв звучит Господа через пророка строить храм. «И я буду благоволить к нему, говорит Господь, и прославлюсь». Вот если Господь будет благоволить к этому самому важному месту в земле Израиля, к храму, к месту особого присутствия Божия, тогда это благословение будет распространяться и на всю землю Израиля. И благословит Господь все дела израильтян. Иначе, вот как в 9 стихе сказано, «Ожидаете много, а выходит мало, и что принесете домой, то я развею». «За что, говорит Господь Саваоф, за мой дом, который в запустении, тогда как вы бежите каждый к своему дому?» Вот говорят иногда жители современных городов. «Нам не нужен храм в нашем парке, в нашем сквере. Будем в каруселях лучше кататься или там танцплощадку построим». Нужен храм. В каждом районе города нужен храм. Нужно место, где человек может помолиться. Человек может помолиться везде, конечно. Но есть особое место, где собирается народ Божий, где собирается христианская община, где собирается народ для встречи с Господом, для общения с Ним, для молитвы, для совершения богослужения. В идеале все наши дома должны стать храмами. Но этого идеала до наступления Царства Божьего не достигнуть. Поэтому хотя бы какие-то здания мы посвящаем Господу. Хотя бы одно из ста зданий. Вот в микрорайоне сто зданий. Пусть одно из этих зданий будет Домом Божьим. И тогда благословит Господь и карусели ваши, и кафе, и булочные. Звучит упрек. Дом Господень в запустении, а вы, израильтяне, бежите каждый к своему дому. Посему-то небо заключилось и не дает вам росы, и земля не дает своих произведений. Роса очень важна в Святой Земле, особенно в Галилее, но не только, и в Иудее тоже. Без росы климат был бы очень засушливый. Поэтому там очень обильная роса в Святой Земле Израиля. И даже ночами она струйками стекает по крышам домов. Такая обильная роса. Без росы нельзя. И вот мало росы, значит, мало будет урожая. Есть роса и дождь, есть урожай. Нет росы и дождя, нет урожая. Нет урожая, значит, ждет голод. Поэтому дождь – это всегда, дождь и роса, всегда знак Божьего благоволения и благословения. Дальше продолжается прямая речь Господа, 11 стих. «И я призвал засуху на землю, на горы, на хлеб, на виноградный сок, на елей и на все, что производит земля». Ну, терош – это не муст, это не виноградный сок, это молодое вино. «И на человека, и на скот, и на всякий ручной труд». Если засуха, то земля ничего не произведет, и будет голодать и человек, и скот, и напрасно человек трудится, трудится, как сказано, для дырявого кошелька. Так звучит это первое пророчество, содержащееся в книге Агей, и дальше с 12 стиха повествовательная часть. «И послушались Зарававель, сын Целлофиилев». То есть Агей транслировал это божественное пророчество как глашатый Божий правителем Израиля, политическому правителю Зарававелю и духовному правителю Иисусу. «И послушались Зарававель, сын Целлофиилев, Иисус, сын Иосидеков» – симфония была. «И весь прочий народ, гласа Господа Бога своего и слов Аггея-пророка, как посланного Господом Богом их, его Господь послал». Он не от себя говорит, а от Господа. Слова Господни передает. «И народ убоялся Господа». Что значит «убояться Господа»? «Блаженный, боящийся Господа», сказано в псалмах. «Боящийся Господ» – это тот, кто хранит Его Слово, соблюдает Его заповеди. Страх Господний вообще – начало премудрости. Человек мудрый, не тот, у кого 10 дипломов, и он член Академии наук, а тот, кто боится Господа. Тогда такого человека Господь благословит, даст ему мудрость, знания, силы, богатство. Все то, чего человек ищет в этой жизни. Но начало всему этому – страх Господний. Вот если народ убоится Господа, то есть будет исполнять волю Его, заповеди Его, построит дом Ему, Господу, над которым будет наречено Его имя, Его святое Божье имя. Вот тогда Господь благословит свой народ. 13 стих. «Тогда Агей – вестник Господень». Вот интересно, здесь пророк Агей назван вестником. «Вестник Господень, посланный от Господа, сказал к народу, «Я с вами, говорит Господь». И возбудил Господь дух Зарававеля, сына Салафиилева, правителя Иудеи, и духа Иисуса, сына Иосидекова, великого Иерея, то есть первосвященника. И дух всего остатка народа, остаток лишь народа вернулся. Большинство, большая часть народа остались в Вавилонии и ассимилировались там, растворились, вернулись немногие. И они пришли и стали производить работы в доме Господа Саваофа. И этот долгострой, наконец, завершился. Господа Саваофа, Бога своего, в 24-й день 6-го месяца, во второй год царя Дария. Завершается эта глава, 15 стих, тем же, с чего началась с датировки этого события. Значит, пророчество прозвучало в этот день, в этот месяц, в этот год. Пророчество прозвучало, и, недолго думая, не мешкая, Зарававель и Иисус, и весь остаток народа стали строить храм Господень. Послушались вестника Господня, послушались Слова Господнего. Запись сделана для библейского портала «Экзегет». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова